Кремлевские пропагандисты, в частности многоуважаемый, в обратном смысле, Владимир Соловьев, активный пропагандом, сегодня в передаче «Поединок» смачно обсасывал тему назначения в состав Совета Директоров Компании. По-моему, она называется «Бурисмо», не по-моему, а точно «Бурисмо», состав Совета Директоров этой компании, сына Джо Байдена, Джозефа, вернее, Байдена, а не Джо, а вот именно сына Джо Байдена. В состав Совета Директоров этой компании «Бурисмо», которая какая-то там мутная компания, по сути, там и Янукович там где-то фигурирует, и чем-то там, в общем, какая-то муть. В общем, это главная компания, основной трейдер, так скажем, и основной поставщик, так скажем, газа на украинский рынок. Ну, понятно, что в следующий день это украинский газ, российский газ. Ну, сегодня Соловьев, так сказать, с присущей ему манерой, так сказать, передергивания и окрашивания белое в черное, черное в белое, так сказать, как действующий по поговорке, так сказать, царинку в чужом глазу найдя, не видя бревна в собственном. Так сказать, понимая, что в России вообще в принципе дети всех чиновников, но они все вообще задействованы в самых лидерских компаниях российских, практически в монополиях, во всех монополиях, работают так или иначе какие-то там дети чиновников. Это, так сказать, известный пока Ивановский, там, Патрушевский и так далее, так далее, так сказать, ну, глупо было бы рассчитывать на то, что сын, допустим, какого-нибудь Неверова, или какого-нибудь там, не знаю, там, лугового того же самого, вещественного, Шарикова от ЛДПР, что сын какой-нибудь еще там депутат, одиозная какая-нибудь личность, там, к примеру, или просто какой-нибудь там правительственный пузырь, там, уровня какого-нибудь, допустим, начальника, ну, да, все, колокольца, у того же, да, министр внутренних дел. Глупо было бы предполагать, что, допустим, их дети, или ребенок, или дети, или даже тот же Владимир Путин, глупо было бы предполагать, что их дети занялись бы открытием какого-нибудь благотворительного фонда, допустим, аналога того же фонда «Подари жить», вот, который курируется небезвестной актрисой. Ну, допустим, то же самое Билл Гейтс, второе место в списке форс богатейших США, активно тратит сейчас свои деньги на благотворительность налево-направо, про, так сказать, сжигая свои эти деньги, не оставляя ничего, так сказать, своим, похоже, детям. Ну, при этом понятно, что мы можем не сомневаться в том, что его дети, конечно же, обеспечены, вот, но, тем не менее, нам трудно представить себе, что дети наших великих и могучих урфинджусов, силовиков, путинской когорты, вот, этой шайки, вот, трудно представить себе, что эти люди, их дети, вернее, вдруг и занимаются благотворительностью, или, допустим, работают в общественном госпитале, или, там, машинистами электропоезда, или, там, офицерами российской армии. Вот, Чулпан Хаматова это делает, как хобби, вот, ну, она, конечно, хобби, которое становится частью ее жизни, она, так сказать, посвятила себя, всю, этому фонду «Подари жизнь», которая, действительно, спасает детей, вот. А неплохо было бы, и, так сказать, было бы, если бы, как принц Уэльский, допустим, назначенный британской короной рулить Австралией в свое время, он, допустим, подарил Австралии госпиталь целый. Вообще, богатые люди, вот, допустим, от музычного мира, у них, они склонны, так, как, допустим, Эндрю Карнеги, или другие иные фонды, формировать на фоне и на базе их заработанных денег, понимая, что с собой эти миллионы никуда не уничешь, и вместо того, чтобы шоковать и просирать деньги, выбрасывая их на очередные, так сказать, люкс-кары, на очередные, так сказать, посиделки, на очередные побрякушки, вроде часов, которых, наверное, завались у каждого этих путинских друганов. Было бы, конечно, нехило, если бы люди тратили бы свои деньги на фондов каких-то фондов общественных, государственных, не государственных, а общественных фондов благотворительных, которые, допустим, ну, поддерживают, так сказать, к примеру, талантов, или там, не знаю, гениев в провинциях, в регионах России, или поддерживают какой-то там, не знаю, русский язык, к примеру, в Якутии, в Бурятии, я не знаю, то есть как вот почин, который был сделан Роман Аркадьевичем в Чукотке. В общем-то, как ни крути, но Чукотка, в частности, столица Чукотки, города Надель, из блеклого, серого, блевотного, мягко говоря, города, которым, кроме как повеситься на столбе, больше ничего не хотелось делать, превратился в такой красочный, красивый, симпатичный городок, вполне себе такой, так сказать, смешной город с новыми какими-то зданиями, с какой-то там, не знаю, там, администрацией. Конечно, все это утопия, ибо там сейсмочувствительность настолько высокая, что дома невозможно строить фундамент на земли, они все стоят на сваях, потому что, в общем-то, ну, во-первых, сейсмочувствительность, во-вторых, земля постоянно, как бы, не гарантировано, что верхние слои земли имеют долгий, долгий рельеф, стабильный рельеф. Но, тем не менее, Роман Аркадьевич вкладывает деньги в Чукотку, в эту богом забытую дыру, монодырь, она, в принципе, так и называется, она дырь, слово дырь, оно характеризует, по-моему, не только самоназвание, но и ситуация в городе. Люди занимаются там промыслом, районы, коптят ее, по-моему, больше ничем там, собственно говоря, заниматься невозможно, хотя цены там довольно высокие. Но, тем не менее, Роман Аркадьевич как-то хоть свои деньги, с пользой, как говорится, для Родины, для дела, как-то разместил. Конечно, мы понимаем, что Аркадьевич, он человек хитрый, и это не было столь, так сказать, важным для него, с точки зрения, как бы, оказания, вот, истинной помощи и поддержки, там, каким-то отсталым регионам на лице Чукотки, сколько, так сказать, это компенсация за то, что он владеет клубом Челси, и за его активное внедрение в западное европейское общество, в том числе в Англию, появление его в списке богатейших людей Британии. То есть, ему нужно было, таким образом, как бы, компенсировать вот этот вот антипатриотические игры на английском пространстве, вот финансированием этой вот анадыри. Понятно, что человек не просто так это делал, вот он почему-то интуитивно, я это понимаю. Вот, но, тем не менее, он, понятно, что он протирает деньги налево-направо, все эти яхты и прочее-прочее, из-за чего он экспортирует публику своими этими безумными закупками, не читая ему и не пример ему, какие-то такие люди, например, Эндрю Карнеги, который зарабатывал достаточно много, и был, по-моему, он в металлопрокатной или металлолитейной отрасли, в общем, он достаточно много денег заработал, но сформировал фонд Карнеги, который сегодня финансирует многие-многие проамериканские, какие-то демократические программы, которые, в общем-то сказать, существуют и в России, на его деньги, этого фонда Карнеги. Ну, у нас наши лидеры перед своих детей устраивают на места, где можно много заработать, то есть, видимо, им самим мало денег, которые они воруют. Надо, чтобы еще и дети воровали, чтобы, так сказать, была преемственность поколений. Вот. А тут, значит, вот, видишь ли, Джо Байден, сынок, значит, пошел по стопам, так сказать, таким, якобы по стопам коррупционера, хотя, введение уставов директоров совершенно не означает ничего, кроме как, на мой взгляд, геморроя. Ибо сын Джо Байдена, Джозефа Байдена, Джо, я не думаю, что он испытывает великую радость, работая в Украине, тем более в сегодняшней Украине. Я не думаю, что он получает огромные прибыли или огромную зарплату, а в сайте директоров не принято получать прибыли, а принято получать именно, так сказать, определенный оклад, или, там, не знаю, заработную плату, или какую-то финансовую, как называется, я не могу сказать, финансовое отчисление, плюс какие-то там премии по завершению финансового года. Я не думаю, что эти деньги, которые он может получать здесь, они какие-то громадные в сравнении с тем, что он мог получать в Соединенных Штатах. Имеет тот же статус сына Джозефа Байдена. Поэтому тут Соловьев, конечно, человек со склонным ему темпераментом, конечно, передергивает факты и делает так, как выгодно толпе. То есть это чистый популизм, чистый, так сказать, такой рубаха-парень, чтобы гоготала эта публика, которая ни черта не понимает вообще, что происходит. Ну вот, типа, а вот американцы, вот такие же, вроде, как и мы. Ну, для дурака, конечно, это вот срабатывает такая логика. Ну, для человека, у которого, ну, хотя бы две извилины, как у меня. Ну, понятно, что, ну, так сказать, ну, не надо, так сказать, с больной головы на здорово все перекладывать. Я не обеляю американцев, и тем более Джозефа Байдена, к которому я отношусь очень неплохо. Вот. В том числе и к Бараку Обаме отношусь очень даже положительно, позитивно. Вот. Но мне это назначение, лично мне, говорит ровно о том, о чем я и раньше говорил. То есть, основная задача по дестабилизации ситуация в Украине, для Соединенных Штатов, это отлучение не только Украины, но и всей Европы от российских поставок газа. Мы знаем, поставки газа в Европу для Путина, это был стратегический ход, стратегический конек такой, так называемый. Он использовал газовые вот эти свои манипуляции, цены, так сказать, и подкупы должностных лиц, о которых я говорил, допустим, тот же самый Шрёдер. Это то, что он на поверхности лежит. Но есть еще огромное количество лорозных лиц, с которыми имел дело, допустим, тот же Тимченко, который является государственным Финляндии. И понятно, что если Тимченко и делал какой-то подкуп, или негласный подкуп, или какие-то мутноватые, так скажем, сделки, в которых было что-то сказано за пределами собрания акционеров, а что-то было тет на тет, как говорится, то обо всем этом выинформировался и главный, так сказать, хозяин Тимченко Владимир Владимирович Путин. То есть, все, что делалось этими ребятами по захвату европейского газового рынка, это было стратегической задачей России. То есть, Путин, как человек, который ставил свои цели в восстановлении постсоветского пространства, он использовал газовый фактор и энергетический фактор как источник, как тот, так скажем, стержень, на которое можно нанизывать было суверенитеты тех стран, которые экономически не могли платить высокую цену за газ, как это может платить, допустим, Германия, оставаясь полностью суверенным государством. Странные государства вроде Армении, вроде там Украины, вроде там еще каких-то там Белоруссии, вроде там, не знаю, кто там еще, Казахстан, вроде не все свое, а такие странные государства, будем так говорить, условно говоря, наверное, Грузия в свое время, Литва, Латвия, Эстония, вот, и какие-то еще государства, я не знаю, какие-то там цены на газ, но, тем не менее, скидки на поставку газа, они всегда, так сказать, имеют, так сказать, ну, понятно, двойной оттенок, смысл. Допустим, если я даю кому-то скидку за какой-то продукт, я не прошу за это ничего ровным счетом. То есть, ну, просто человек, означает, что человек просто больше не может заплатить. Но это поведение нестандартное. Стандартное поведение, когда даешь скидку за что-то, естественно, это, значит, как бы такой кредит, который выдается с ожиданием лояльности в перспективе. Лояльность, которая начинается сначала с мелкой улыбки и пожатия руки, а потом, когда, так сказать, ну, кредит начинает становиться все больше и больше, пожатиям руки и улыбки становится мало, далее начинают влезать в дела государства и понимать, что, ну, чего, надо теперь, так сказать, и дальше. Вот. Таким образом, Украина теряла свой суверентин после назначения Януковича на эту должность, а сын Януковича занимался главными, как раз и был, по-моему, вот эта вот фирма, которую сейчас, в которой находится Джо Байден, компания, которая занимается поставкой газа на украинский рынок, Бурсима или Бурисма, Бурисма, по-моему, вот, от слова буррито, мое любимое блюдо, вот, Бурисма, да, значит, эта компания, по-моему, принадлежала самому Януковичу, вот, то есть, смысл в том, что, как бы, Россия использовала газ и использует газ сейчас, сегодня, для наращивания своего влияния в Европе. Как я и говорил ранее, все бы было хорошо, и все было бы окей, Европа бы не особо бы скулила, если бы за этим наращиванием влияния не шло бы и наращивание, русского, пропутинского, так скажем, а это не мой абсолютно стиль, а это именно пропутинский стиль, так сказать, ну, поведение, так скажем, то есть, такой смысл человеческого существования. У Путина человек, который, так сказать, бьет мавашу гири в лицо, так сказать, бьет в голову, всех, так сказать, на пути на своем оружие взломает, пока он имеет хорошее здоровье, понятно, ибо здоровье оно не вечно, вот, и колбасит, зарабатывает кучу бабок, и идет такой гордый, великий, могучий, такой талантливый бизнесмен, такой по-российски, взять весь административный ресурс и, так сказать, командовать им со скуки, так как нечего делать, так сказать, зарабатывая огромные деньги, вот, а потом дальше, когда ты чувствуешь, что в закромах Родины, так сказать, денег становится все больше и больше, а на личных счетах тоже оседает приличная сумма, почему бы не поиграть в такого, так сказать, страшного урфинджуса, который весь мир захватит, то есть какие-то такие вот имперские вот эти смыслы, да, вот, понятно, что наши вот эти газовые ребятки, они вот использовали именно газ для этих целей, то есть они играли в этой игре, в принципе, в эту игру вернее, в принципе, народ наш, и я в том числе, как и ранее я предполагал, мы не имеем к этому абсолютно никакого значения, мы как бы живем своей жизнью, а это такие ребята, которые как бы на рыбалку, ходят на охоту в Европу, они там договариваются, траливались и летели, а нам потом бюджет денежки подкидывают, вот такие мы типа хорошие физиева жизни, но, к сожалению, бюджет-то они денежки может и подкидывать, только качество бюджетников бюджетников не меняется, на мой взгляд, во всех случаях, с теми, с кем я сталкиваюсь, где-то может и меняется, я не знаю, но, честно говоря, вот если меня спросить, где меняется, я, наверное, в этот раз отвечу, нигде, вот просто нигде, хотя вот в налоговой службе надо ответить, стало легче регистрировать с недовольным предпринимателем, допустим, я очень удивлен, я предполагаю, что в этом есть, конечно, заслуга самого Мишустина, но дело не в этом, а дело в том, что назначение сына Джо Байдена в эту компанию, Борисма, является подтверждением того факта, который я говорил, что основная задача дестабилизация на Украине это отлучение России от газового рынка в Европе. И как я и предполагал, компании ExxonMobil и Shell, вот, они в частности, ну, в большей степени ExxonMobil, так скажем, американская компания, они именно в городе Славянске, или Славянске, там говорят, именно в Луганской, Донинской области, там находится главная, так сказать, цель разработки и добычи слацового газа. Эта технология, которой на сегодняшний день владеет только Америка в полной мере, так сказать, активно будет заниматься этим, и я не сомневаюсь, что как и компьютеры, как и все остальное, в этом Америка очень быстро преуспеет и займет там лидирующие позиции. И однозначно, я могу, так сказать, предполагать, хотя я не кудейщик, так сказать, но я почему-то знаю, как работают американские специалисты, я догадываюсь, что скорее всего, ну, что-то они там и накопают народ. Как минимум, Украина освободится от этого газового времени со стороны России и выйдет из этой, так сказать, петли. А далее, если эта технология будет опробована в Украине и она окажется успешной, то компания XMobil будет развлекать границы этой технологии и переходить на поиски того же сланцевого газа на территории те государства, которые на сегодняшний день платят огромные деньги. И, несмотря на то, что многие утверждают, что сланцевый газ это дорогая технология и что разработка сланцевого газа это безумно дорогое занятие, вот, вполне возможно, но любая технология на старте навсегда дорогая. Я помню, персональные компьютеры в 90-х годах, где-то в конце 80-х годов стоили там по 20 тысяч долларов. На сегодняшний день это практически совсем фантастические такие цифры. Поэтому по мере развития технологии сланцевого газа, да, то есть сланцевого газа надо будет дешеветь и, естественно, надо будет входить в противоречие с ценами на российский газ. Поэтому нет никакого смысла сравнивать назначение Джо Байдена в Совете Директоров компании Борисма и переводить какие-то там аналогии и какие-то, так сказать, параллели с назначением наших чиновников на какие-то там должности. В данном случае Джо Байден будет заниматься контролем, контролем вот именно политики этой компании Борисма, частью которой станет, так сказать, выбор, именно упор, основной упор на разработку сланцевых месторождений и на сотрудничество компании Nexon Model. В данном случае, я думаю, именно про Nexon Model будет речь. Вот и все. И никакой, так сказать, радости для этого Джо Байдена тут нет. Хотя, с другой стороны, я думаю, что если тот же самый Джо Байден сын Джозефа будет, так сказать, Джо Джозефович Байден, если Джо Джозефович Байден будет, так сказать, мутить здесь дела ровно так же, как мутило дела сына Виктора Федоровича Януковича, то я думаю, что американская пресса быстро расшевелит, так сказать, здесь какашник и все будет понятно. Вот мне нравится вообще, что я придумал Джо Джозефович Байден. Интересно, интересно. А вот Байденку надо, Байденку. Джо Джозефович Байденку. Или ну да, Байденку. Байденку. Надо было исправить. Джо Джозефович Байденку. А Джо, по-моему, это ничто иное, как Ян. Вот Ян. Айн, что-то такое Иван. От слова Иван. Джо, Джан, Иван. Так что Иван Иванович Байденку назначен членом Совета Директоров компании Бурисмо. Компания, которую заведовал Виктор Янукович, заметил. Но наш товарищ Песков, он все-таки как-то откомментировал, сказал, что нет никаких конфликтов интересов, оказывается. Что типа, какая нам разница, кто там будет рулить этой компанией. Мы же знаем, что на Украине газа нет. Газ на Украине российский. Вот, теперь посмотрим, насколько Иван Иванович Байденку сможет изменить вот эту вот, как говорится, привычную колею для Украины и найти сланцевый газ. Посмотрим. Я считаю, что весь конфликт на Украине был раздут и именно для формирования нестабильности поставок со стороны России в Европу для отстаивания Украины как так скажем пробного камня в развитии технологии сланцевого газа для Европы. И если проект Украина со сланцевым газом будет реализован успешно, то к сожалению для нас вся Европа наконец-таки избавиться от этого газового бремени. А избавившись от этого газового бремени стороны России я считаю, что вот лично для меня газовое проклятие или какое нефтегазовое ресурсное проклятие для меня лично таких как я людей это зло. Для меня лично хорошо было бы если бы Россия стала развиваться именно в технологическом секторе и в секторе производственном и получал основной ВВП именно от этих технологий тогда я буду знать, что я лично как специалист востребован мне это очень важно. На сегодняшний день я как специалист в информационных технологиях может и востребован но будем так говорить больших денег мне это не приносит. Мне это приносит большие деньги безусловно но я имею ввиду что совершенно не те деньги которые могут зарабатывать к примеру члены сайта директоров компании Газпром оба вот так вот так что Соловьев Соловьев ты там пой не не забирайся пожалуйста не надо Ивану Ивановичу Байденку приводить пример сыну Патрушу например конец то есть тестереть